Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 марта и я хочу вам рассказать, как с увеличением возраста рассады я изменяю режим полива. Потому что многие могут подумать, что полив всегда должен быть таким, как я сказала, вот самая-самая маленькая рассада. Я прям поливала, ну как всегда говорила, что должен быть очень умеренный, что грунт лучше пусть будет не сильно влажный, ближе к сухому все. Но естественно, сеянцы наши растут, рассада растет и режим полива мы должны менять. Но тут я всегда говорила, что все индивидуально и никто вам не даст, например, сколько нужно литров, миллилитров на один лоток. Потому что у всех разная температура в помещении, разный процент влажности, вот содержание там влаги. У кого-то влажное помещение, у кого-то очень сухое, смотря как у нас топят. Конечно, вы должны смотреть сами, но единое правило существует для всех, чем больше рассада, тем больше требуется ей воды. И вот теперь уже, когда у меня сомкнулись вот эти ряды, конечно, я не смогу поливать так, как я вам раньше говорила, что вот туда вот в землю, только под корешок. И она стала взрослее, она уже так просто, ее капелька воды, конечно, не погубит. Это маленькую рассаду, я говорила, если капелька вот здесь в центре останется, может загнить вот этот молодой листик, который вылазит. Такую рассаду маленькая капелька уже не убьет. Поэтому я беру, но я всегда поливаю только дезинфицирующим раствором, вот бледный-бледный раствор марганцовки, и я лью, конечно, теперь уже вот так просто поверху. Немножко стряхну, и все, высохнет. Но воды теперь требуется больше. Если я маленькую рассаду, когда поливала, мне хватало вот такой вот пол-литровой одной бутылочки на весь лоток, я вот так по рядкам поливала потихонечку, то вот для такой взрослой рассады я использую уже два пол-литровых, то есть литр вот этого раствора дезинфицирующего, мне на лоток хватает. И дальше смотрю по подсыханию грунта, если высохнет раньше, чем раз в неделю, вообще рекомендуется поливать обильно, но раз в неделю, если высохнет раньше, конечно, нужно поливать, потому что в таком возрасте, еще раз повторю, чем больше томат, тем больше он пьет. Ну а все равно не забывайте правила, что нельзя заливать, нельзя разводить сырость в лотках. Вот сейчас буду подсыпать золой, сегодня уже показывала, вчера обильно полила вот эти здоровые свои томаты, и сегодня смотрю уже, пушок на поверхности появился, плесень немножко как подернулась, буду присыпать золой. Поэтому даже несмотря на то, что полив нужно усиливать в связи с ростом рассады, все равно будьте осторожны, и переливать не нужно. Когда спрашивают, ну из дренажных отверстий, из дырок же вода польется, если полив у вас будет нормальный, то вода литься из дырок не должна. Грунт должен быть только увлажнен, а если вода льется, это значит он уже настолько переувлажнен, что даже лишняя жидкость вытекает из этих дырок. У меня вот вода из дренажных отверстий никогда не выливается, и я за режимом полива стараюсь следить, как можно внимательнее к этому относиться. Это одна из главных бед заболевания рассады. Вот у кого-то пишут сейчас, рассада затормозилась, стала на одном месте, там и семидольные листики желтеют. Это всё может быть причиной нарушения режима полива. Листики могут пожелтеть и когда вы не доливаете, и когда вы переливаете, поэтому поливать нужно умеренно, редко, но хорошо смачивая весь земляной ком. И второй раз поливать при значительном подсыхании земли. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Следите за своим режимом полива, тогда рассада у вас будет и здоровая, и крепкая. С вами был Игорь Негода.